Мы же, предваряя его, поговорим сейчас с очень известным человеком, который утверждает, что кризис этот, как и многие другие кризисы, абсолютно не случайен. Он называет свою профессию экономический убийца. Джон Перкинс хорошо знает, о чем говорит. Больше 20 лет он работал агентом малоизвестной бостонской корпорации Мэйн, одной из сотен компаний, которые, как утверждает Перкинс, в интересах американского правительства и разведки манипулируют глобальной экономикой. Мы маленький эксклюзивный клуб. Нам платят и хорошо платят за обжуливание стран по всему миру на миллиарды долларов. Большая часть вашей работы состоит в убеждении мировых лидеров становиться частью обширной сети продвижения американских коммерческих интересов. В конце концов, эти лидеры должны оказаться пойманными в ловушку паутины долгов, которая гарантирует их лояльность. Книга «Исповедь экономического убийцы» наделала немало шума во всем мире. В США она продержалась в бестселлерах 70 недель подряд. Перкинс подробно описывает технологии, по которым американские корпорации подводят к банкротству или полной зависимости целые страны. Авторы утверждают, что еще в студенческие годы был завербован АНБ, агентством национальной безопасности. Ему объяснили, что отныне он работает в интересах государства и должен держать язык за зубами. Индонезия, Камбоджа, Иран, Ирак, Эквадор, Колумбия. Перкинс объездил полмира и лично знал многих политических деятелей. Вроде президента Панамы Тарихаса. Цель экономического убийцы склонить правительство отдельного государства к получению кредита у МБФ, Всемирного банка или американских корпораций. Как правило, кредит был необходим для развития инфраструктуры. Лично Перкинс занимался энергетикой. В частности, он утверждает, что участвовал в заключении эпохального соглашения между США и Саудовской Аравией. В результате которого американцы получили дешевую нефть, а Эрлият – новые технологии военной базы. Особенность таких соглашений – подрядчиками всегда выступают американские компании. Деньги иногда вообще не покидают пределов Америки. А вот долг растет гигантскими темпами. В случае с Эквадором, например, на такие выплаты уходила примерно половина бюджета всей страны. Население голодало. Погрязнув в долгах, правительства на глазах превращаются в марионеточные. Их элита просто переводится на американское содержание. Если схема не срабатывала, экономические убийцы уходили, уступая место людям ЦРУ, шакалам, как их называет Перкинс. Их задача – устранение несговорчивых посредством мятежей, госпереворотов или, как это нередко бывает, в результате покушения. И лишь в самом крайнем случае используется армия. Самый свежий пример – Ирак. Джон, спасибо, что пришли. Ваша книга действительно впечатляет. Вы утверждаете в ней, что миром, ну или, по крайней мере, большей его частью, правят не люди, не правительство, а некое тайное общество, которое вы называете корпоратократия. Что это означает? Корпоратократия – это тоже люди, мужчины и женщины, которым принадлежат крупнейшие корпорации. И это на самом деле никакая не тайна, им не нужна конспирация. Они по большому счету ничего не делают нелегально, но они как раз контролируют и правительство США, через финансовые институты и большую часть правительств мира. Они контролируют основные СМИ, напрямую владея ими или их рекламными бюджетами. И этими людьми движет одна единственная идея – извлечение максимальных прибылей. Именно эта идея и ее исполнение создало сегодняшнюю неспокойную и нестабильную ситуацию в мире, в котором всего 5% населения США потребляют 25% всех ресурсов. А в это время множество детей, примерно 35 тысяч, ежедневно умирают от голода и болезней во всем мире. И, конечно же, именно это привело к кризису, который поглощает сегодня весь этот мир. И вы были частью этой системы. Вы знаете и можете рассказать, как она действует. Мы создали первую поистине глобальную мировую империю. И впервые в истории империя была создана преимущественно невоенными средствами, с помощью экономических убийц. Мы действовали разными методами, но самый простой был, когда мы находили в странах третьего мира ресурсы, которыми хотели завладеть наши корпорации, например, нефть. И выделяли им огромные кредиты через мировой банк и его партнеров. При этом деньги шли в карман нашим же корпорациям за строительство в этих странах технопарков, дорог или тех же объектов электроэнергетики. По такой схеме обогащались наши корпорации и несколько семей, составляющих элиту этих стран. В то время как основная масса населения оставалась все так же бедна. Слишком бедна, чтобы платить за то же электричество или ездить на машинах по тем же дорогам. Таким образом, страна попадала к нам на долговой крючок. В какой-то момент мы приходили вновь и говорили, ребята, вы не можете расплатиться, мы дадим отсрочку, но за это вы снабдите нас дешевой нефтью, будете голосовать в ООН так, как надо нам, или пошлете свои войска в помощь нашим куда угодно, например, в Ирак. Если они отказывались в дело, вступали уже совсем другие люди. Мы зовем их шакалы. В книге я описываю пару таких ситуаций в Эквадоре и Панаме. Это те, кто устраивают перевороты, свергают правительство или даже ликвидируют их лидеров. В единичных случаях, когда даже шакалы проваливались, как в том же Ираке, мы посылали туда войска. Вот так мы и построили эту империю. И в этом ее отличие от других, создававшихся в мире путем захвата чужих земель. Как же вам удалось покинуть эту систему? В книге вы пишете, что экономические убийцы не бывают бывшими. Мне удалось уйти в 80-м, в 81-м. Я не мог больше терпеть этого. Я устал даже просто молчать об этом. И тогда я решил написать книгу. Я связывался с другими экономическими убийцами и шакалами, чтобы услышать их истории. Мне угрожали. Предлагали деньги и большие, только чтобы я ничего не писал. У меня была маленькая дочь, и я действительно боялся за жизнь. Я бросал писать несколько раз, но вот после 11 сентября, когда я пришел на Граунд Зеро, я стоял там и понял, что должен написать. Американцы имеют право знать и эту, темную сторону нашей внешней политики. И в этот раз я решил, что уже никому не проболтаюсь, что возобновил работу. Даже жена и дочь ничего не знали. А когда книга была уже на руках, я обратился к одному знакомому агенту, который разослал ее в десятки издательств. Это и стало моей лучшей страховкой. Каждый шакал знал, что случись со мной что-либо, если меня, допустим, застрелят, книга разойдется по миру. Она и так популярна. Большие тиражи, переведена на 30 языков, но ведь могут всплыть и другие секреты. Так мои книги стали моей лучшей страховкой. Джон, ну вот то, о чем вы пишете, наблюдали ли вы признаки таких действий в бывших советских республиках после распада СССР? Еще, сегодня все обсуждают мировой кризис, и есть мнение, что кризис этот не случайен, что он тоже мог быть каким-то образом срежиссирован, той самой корпоратократии, о которой вы говорите. Так ли это, и кому это могло бы быть на руку? Ну вы же знаете, все возвращается бумерангом, и под прицелом экономических убийств теперь мы же сами, и США, и Европа, и государство бывшего Советского Союза. Это ведь очень простая схема. Чем больше людей и корпораций должны вам денег, тем больше выгоды вы имеете. Сейчас у этих людей с их огромной властью и большими деньгами чрезвычайные перспективы. Они могут задешево скупать конкурирующие корпорации, недвижимость, землю, большие банки могут покупать маленькие. С другой же стороны, мне кажется, есть и какая-то доля справедливости. Мы сегодня получили вот эту нестабильную и опасную ситуацию, в которой горстка людей ворочает практически всеми деньгами мира, а большинство так и не имеет практически ничего. И я думаю, что мы стоим на пороге периода аналогичного индустриальной революции. Мы должны повлиять на эту ситуацию, стабилизировать экономику. Людям нужна справедливость, и при этом все они хотят мира. То есть система, созданная экономическими убийцами, больше не работает? Да, я думаю, так. Все зашло слишком далеко. Жадность и материализм настолько разрослись, что давят уже сами себя. Правда, если мы ничего не предпримем, корпоратократия и из этого все равно извлечет выгоду. И последний вопрос. В преддверии встречи Большой Двадцатки в Вашингтоне. Какова будет роль МВФ, по-вашему, в этом кризисе? Сегодня много говорят о некоем новом мировом порядке. Звучат предложения придать МВФ роль глобального мегарегулятора. Вас все это не настораживает? Не забывайте, что корпоратократия всегда стремится получить максимальную выгоду. А у МВФ богатый опыт вмешательства в дела, когда они уже совсем плохи, и пора бы освежить лужайку. И в этом случае МВФ получает широкие возможности, чтобы влиять на гигантские массы людей, тех, кто не обслуживает корпорации. И мы должны следить за этим. Мы, люди, должны не допустить этого. Мы беседовали с Джоном Перкинсом, автором книги «Исповедь экономического убийцы». Верить его словам или не верить, решайте сами. У нас на этом все. Спокойной ночи. Завтра увидимся.